Итак, у нас сегодня 9 айва, траурный день еврейского календаря, один из самых таких дней, в которых держится суточный пост. Напоминаю, такой есть только в Йом-Кипур. Что такое 9 айва? Вот посмотрите, это ведь фантастическое событие, которое должно было вложить в голову любого человека, который понимает хотя бы в элементарном, ну каком-то математике даже. Как может быть такое совпадение, что беспрерывно, столько лет, 9 айва был днем, Бог сказал, вы плакали в этот день зря, будете плакать по делу. 9 айва 3338 года разрушается первый храм. 9 айва 3828 года разрушается второй храм. 9 айва последний оплот повстанцев против Рима, Бар-Кохбы, было убито примерно 580 тысяч человек в этот день. 9 айва после, через несколько лет после этого распахали римляне храмовую гору. 9 айва 1290 года англичане изгнали евреев со своей стороны полностью. 9 айва 1306 года евреи были изгнаны из Франции. 9 айва 1492 года император Фердинанд изгоняет евреев в Испанию, погибли сотни тысяч людей. 9 айва 1555 года евреи Рима переселены в первое гетто. 9 айва 14 года началась Первая мировая война. 9 айва 1941 года началась концентрация евреев в Польше в гетто, которое потом привело к уничтожению. Можно миллион всего рассказывать, что произошло в этот день, только абсолютно слепой не увидит, что это явный знак сверху. Маймонит пишет, что основной смысл еврейских постов, связанных с печальными датами, событиями, чтобы человек обдумывал собственные поступки и поступки наших отцов, которые привели к этим бедам. Пост не время воспоминания события, а время обдумывания его причин. 9 айва, которые предшествовали, мы должны понять и ощутить, почему это событие произошло, почему еще не изменились, первичность того, что было, не изменилась, и значит мы находимся в той же ситуации. Вы знаете, за три греха написано был разрушен храм первый. Это за идолопоклонство, кровопролитие и разврат. А почему именно эти три? Все очень просто. Идолопоклонство – это самое тяжкое преступление человека против Бога, измена Богу. Кровопролитие – это самое тяжкое преступление человека против человека, лишение человека самого дорогого, что он не есть в жизни. Разврат – это самое тяжелое преступление против себя, духовное падение человека. Вот три вещи, на которых основаны все несчастья, которые только существуют. Когда человек выступает против Бога, против людей и против себя. А вот все три эти вещи нам, в принципе, просто надо, ну, как бы, додумать, да. И, вы знаете, в эти дни все равно надо вспомнить самое главное. За слезами приходит радость. Месяц Аф, сказано в наших древних книгах, станет самым веселым месяцем календаря. Дни с 17-го тому за по 15-го станут самыми веселыми днями. А пока, пока, к сожалению, вот мы не бремся, пока, к сожалению, мы не пьем, не едим. Мы не носим кожу на обувь в этот день, не умываемся, не чистим зубы, не применяем масла всякие разные. Почему? Потому что мы не исправили эти три греха. Что я хочу сказать? В эти дни положено плакать, ну, я уже говорил, повторю. Надо думать о том, что раз храм поразрушен, как мы начнем его строить? С чего мы начнем восстановление храма? Ну, а плач, плач, наверное, хорош для тех, кто не хочет строить. Вот когда одни строят, а вторые плачут, так примерно. Я прошу прощения за такую формулировку, но мне кажется, что в этот день надо думать о том, как восстанавливать, а не о том, как плохо было когда-то. И хорошо, если в следующем году уже не будет этого поста, я на это очень надеюсь. С приходом о шеях этот пост отпадет. Спасибо.